МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем обществе привыкли считать, что детский теригральный паралич это почти что приговор. О социальной адаптации, об историях успеха подростков с ДЦП сегодня в ток-шоу «Откровенный разговор». Кыргызстанка Ольга Колесова родилась здоровым ребенком. Прививка в детстве, ошибка врача, плачевный результат не заставил себя ожидать. Детский теригральный паралич приковал к постели. Детство для Оли не было легким и безоблачным. Все время проходило в больницах. Прогнозы были неутешительными и бесперспективными. Приговор у врачей, как гром среди ясного неба, она никогда не сможет ходить и разговаривать. Мама Ольги не опускала рук и усиленно занималась развитием девочки. В два года она начинает хорошо разговаривать. В три сочинять стихи, в четыре читать, в пять лет изучать английский. В семь лет наравне со всеми поступает в школу. В старших классах дополнительно изучает большинство предметов по авторским методикам. Кроме английского, кыргызского и русского языка, изучает еще и корейский. Ольга увлеклась художественной литературой. В скором времени представилась возможность участвовать в литературных гостиных. Она занималась современными, бальными, корейскими танцами, настольным теннисом, шахматами, играла на гитаре и пела в хоре. Участвовала в интеллектуальных марафонах. В школе грезила о профессии детского психолога, чтобы позднее помогать детям с проблемами здоровья и развития. Для осуществления мечты поступила в Кыргызско-Российский славянский университет на факультет психологии. По словам Ольги, это был самый сложный период в ее жизни. К новым условиям и требованиям прибавилось негативное отношение одного из преподавателей, которая подрывала веру в будущее, унижала и оскорбляла при одногруппниках, говоря, такие, как Ольга, не должны учиться и занимать чужое место в университете. Ольге пришлось перевестись в Кыргызско-Российскую академию образования, где преподаватели не только поверили в ее успех, но и предоставили возможность проявить себя, знания и возможности, выдвинув ее кандидатуру для участия в международной студенческой научно-практической конференции, где и позднее вручили диплом второй степени. Также за активное участие в ВУЗовской олимпиаде студентов ей вручили грамоту. Сегодня Ольга особенно благодарна своим учителям за знания, которые дали и безграничную веру в ее успех, за то, что помогли преодолеть психологические трудности после Крыско-Российского славянского университета и укрепиться в правильности выбора профессии. С 9 месяцев Ольгу Колесову приковала к постели после привитки. Диагноз звучал устрашающий детский церебральный паралич. Долгий путь лечения, становления. Сегодня Ольга учится на психолога. Опрочем, об этом она расскажет сама. Давайте ее встретим. Добрый вечер. Присаживайтесь. Оль, ну я рада вас видеть. Я знаю, что на вашем пути было много сложностей. Расскажите о детстве, о том, что пришлось пережить. Началось с того, что в 9 месяцев я родилась совершенно здоровым ребенком. И в 9 месяцев мне сделали прививку от ОРВИ. И из-за врачебной ошибки она оказалась неудачной. И у меня... Вам поставили диагноз детский церебральный паралич. Да. То есть приобретенный. Да. Весь этот путь, путь лечения, он наверняка был долгим. Мама работала или ей приходилось быть рядом с вами? Маме приходилось быть рядом со мной. Я заметила в приватной беседе, что вы очень близки. И у вас такая ментальная связь. Как вы пришли к тому, чтобы учиться на психолога? Я хожу в разные... Ну вот, посещаю разные организации для ребят с проблемами в развитии. И вообще я очень люблю сильно детей. И вот мы с мамой... Это было совместное решение. И мы решили, что нужно быть психологом. Но я еще тогда не знала, каким я хочу быть психологом. А потом уже осознание пришло, что нужно быть детским психологом. Вы хотите помогать детям с ограниченными возможностями? Да. Вы наверняка сталкивались с недопониманием и с непринятием. Где и когда это происходило? Это происходило в университете на первом курсе. Я поступила, я сама поступила на бюджет. И столкнулась с непониманием со стороны моего преподавателя. Она считала, что такие, как я, не имеют права на учебу, на то, чтобы я в обществе была в полноценном. То есть она прямо вам бы так и заявляла? Да. Что она говорила? Можете озвучить эту фразу? Что такие, как ты, не могут учиться наравне с другими ребятами. Ну, для этого был какой-то предпосыл, были причины? Вот что она могла себе позволить какую-то варварскую фразу? То есть вы отставали по учебе? Я не отставала абсолютно. То есть вы выполняли абсолютно все? Я все, все, что мне говорили, я все выполняла. Такого не было, что я что-то не выполняла. Всегда приходила на лекции подготовленные, на семинары тоже. И все абсолютно мною выполнялось. Вы хотели бы озвучить ее имя? Даже не знаю. Это откровенный разговор. У вас есть возможность озвучить имя педагога? Ее зовут Обидина Ольга Константиновна. Мы связались с педагогом. И вот, что она нам ответила. Да нет, в общем-то, разговоров не было. Там не про права обучения, а про то, что девочка больная, ей нужно лечение. А право обучаться у нас имеет каждый. Нормально. Мы пригласили ее маму в заведующей кафедры. И с мамой поговорили, что у девочки действительно очень большие проблемы. И она просто не может учиться. У нее внимание держится 5 минут. Но она не из-за меня перевелась. Давайте мы с вами с этого начнем. А из-за того, что она не смогла учиться. Она пришла на экзамен, и не только на мой, на все. С ответами в формате А4, которые мама заготовила. Понимаете? И когда я говорила, закройте, пожалуйста, отвечайте на билет. Она говорит, а я не помню, я не могу не читать. Если вы считаете, что это обучение в высшем учебном заведении нормально, а конспекты экзамен сдавать, то конечно. Кстати, у меня на экзамене присутствовал секретарь российского посольства. Была свидетелем того, что девочка ни на один вопрос ответить не могла. Даже на самый простой, за 9 класс средней школы. Девочка нездорова. Сегодня в ток-шоу «Откровенный разговор» мы говорим об историях успеха подростков с ДЦП, которые уже преодолели немало препятствий и добились успехов. Оля, вы услышали ответ вашего педагога, каково мнение на сей счет? Я считаю, что она неправду сказала. Вам удавалось пересечься с ней, может быть, высказать ей в лицо какие-то слова? Ведь вы вынуждены были покинуть и перевестись. Честно, вот не удавалось. Даже когда я ее встречала на остановках или где-то на улице, мне просто не очень хотелось с ней разговаривать. Вы сильно переживали на тот момент, когда такое звучало? Она даже делала вид, что она меня замечает, она меня видела, но она не посчитала нужным даже поздороваться со мной. Но я в ответ тоже, зачем я буду здороваться с человеком, который меня игнорирует. Мы очень часто говорим, что детям с ДЦП практически не уделяется внимания. Нет специализированных учреждений, нет элементарных пандусов по городу. Но это, наверное, вопрос какой-то мерик в мэрии. И в то же время мы сталкиваемся с тем, что и общество в какой-то мере не подготовлено. Как часто вы сталкивались, может быть, с обидными словами, с насмешками? Было ли такое в вашей жизни? Или все проходило ровно? Ну, если честно сказать, я особо так не помню, чтобы так было. Но пару раз такое было со стороны, когда я уже перевелась в другой вуз. Со стороны моих одногруппников было, что они надо мной смеялись. Иногда какие-то подколы в мой адрес были. Но я уже к тому времени, как говорится, была научный человек. Я уже просто не обращала внимания. Вы счастливый человек? Да. Как часто вы видите деток с ограниченными возможностями? Ведь наверняка период практики уже наступил. Да, очень часто. Каждый день, каждую неделю? Можно так сказать, что каждую неделю. Каждую неделю. Я знаю, что вы занимаетесь проблемами, и общественными в том числе. Расскажите об этом. В этом году создали проект, организация «Киличек плюс». Создала проект «Сам себе режиссер». Это нас учат, помимо того, что нас там учат снимать разные ролики, видео. И наша тема обсуждения, съемки – это доступность города для людей с проблемами в развитии, в трудностях передвижения. И мы уже сейчас на практике ездим в университет. Недавно были в автобусном управлении. Читали лекцию, тренинг был для водителей автобусов, как относиться к таким, как мы, со стороны водителей. Значит, творческая эстезия вас интересует. Да. Стихи вы декламируете? Да. А можно сейчас что-то продекламировать? Можно. Я хожу в театральную студию сейчас, и вот скоро у нас предстоит мероприятие «Вечер итальянского поэта» Франческо Петрарки. И там я буду читать его сонет. Сейчас, если позволите, могу вы читать. Конечно, мы поддержим. Аудитория поддержит вас. Франческо Петрарко, сонет номер десять. Колонна благородная, залог мечтаний наших, столб латинской чести, Кого Юпитер силой грозной мести с достойного пути столкнуть не смог. Дворцов не знает этот уголок, и нет театра в этом тихом месте, Где радостно спускаться с музой мести и подниматься на крутой отрок. Все здесь над миром возвышает разум, И соловей, что чуткий слух пленяет, встречая пением жалобным рассвет. Любовной думой сердце наполняет, Но здешние красоты меркнут разом, Как вспомню, что тебя меж нами нет. Ну, я как почитатель поэзии, Я перечла всю и русскую поэзию, и поэзию из мировой классики. Хочу сказать, что браво, браво, вы молодец. И я особенно горжусь вашими успехами, Так как очень много лет занимаюсь и детьми-сиротами, И детками с ограниченными возможностями. И благо, что вы в перспективе все-таки приближаетесь К осуществлению своей цели, да? Стать психологом и помогать детям. Вот на сегодняшний день очень много проблем В жизни детей с ДЦП. Здесь приобретенный, да, недуг. А вы сталкиваетесь с этим каждый день. Я знаю, что вы усыновили ребенка, Или удочерили? Усыновили. Я знаю, что вы усыновили ребенка И работаете в организации «Умыт надежда». Что вы можете рассказать? Ведь родители зачастую теряют надежду, Теряют силы, теряют веру. Да, я усыновила двоих детей, двое мальчиков. Они были в доме малютки. И это было 13 лет назад. 13 лет назад была немножко ситуация другая. Беловодский детский интернат. Это было очень такое страшное место для деток. Тогда она была еще закрытая. Туда не пускали волонтеров. И когда у меня сестра приехала из Германии И проходила просто практику в дом малютки, Ей директор сказала, Если сейчас вот эти мальчики попадут в возрасте 4 лет в Беловодске, Они там просто пропадут. Они там не выживут. У нас было решение забрать детей в наш центр. При нашем центре работают две круглосуточные группы для детей-сирот. И вот так у нас было решение. Мы приняли этих мальчиков. Я к ним очень-очень сильно привязалась. Ведь это определенная ответственность. Ну да, мне было 17 лет. Более того, да. Вы несете огромную ответственность за жизнь детей, За их дальнейшие какие-то перспективы, развитие. А родители, те, которые, в принципе, в их семье появляется ребенок с ДЦП, Очень часто оставляют. Я знаю стольких родителей, которые оставили и позднее уже искали, пытались найти пути выхода. Вот вы, в свою очередь, за такой период времени, что испытали? Вот как мама? Потому что не та мать, что родила, а та мама, которая воспитала. Было очень, конечно, много трудностей. Очень много. Ну и очень много положительного было. Очень много положительного. Очень со многими людьми я познакомилась. Очень много увидела в жизни совсем с другой стороны. Абсолютно. Вот, например, мне было 17 лет, когда мои ровесники совсем другими делами занимались. Я уже знала врачей, знала определенные вещи, которые нужно делать с детьми. Конечно, много разочарований, опыта не было абсолютно. Но вы усыновили детей, еще будучи не замужем. Да. Какая вы молодец. Это ваша миссия. Спасибо. Вы молодец. Если бы на мне была шляпа, я бы просто ее сняла. Вы умница. Эрмек, вы проходили стажировку за рубежом. И, честно говоря, я со стороны всегда восхищаюсь вами. Вы столько лет посвятили этим детям. Мало того, вы создали группу Тумар, которая прославляет Кыргызстан за пределами. А были ли моменты слабости, когда хотелось отступить? Ведь жизнь, она настолько многослойна. Тут со своими детьми иногда сложновато приходится. Всегда были такие моменты. И, возможно, сейчас они есть. Но оставленная цель и вера, она все-таки больше дает. Вот как Инга сказала, есть, конечно, отрицательные черты. Ну, бывает там с тем же, с общественным транспортом, с теми же пангусами. И основная борьба со стереотипом борьбы. Но я сейчас больше зациклился на положительных качествах. Потому что мы больше получаем, знаете, вот истории успеха, я сейчас на данный момент считаю, вот жизнь без границ Никуича. Самое главное сейчас, я считаю, что сосредоточиться на успехах. Знаете, больше получаешь положительных эмоций от сделанного, нежели… И когда уже получается красивый результат, мы, например, выступаем на сцене где-нибудь за рубежом. Все, например, нам подарили золотую кнопку, мы сразу прошли финал. И все вот эти негативные эти просто забываешь. Остаются, да, канут в лету. Эрмек, ну, я мало кто знает, я знаю вас очень близко и видела, очень часто мы осуществляли с вами акции. Я видела, как вы носите ребят на руках, и, наверное, вы уже и бицепсы подкачали благодаря этому, да? Вы заносите их в машину, опять из машины в коляску. Вы молодец. Спасибо. Вы молодец, вы заслуживаете особого признания. Спасибо. Молодец. Ольга, я знаю, что у вас есть подруга. Подруга, которая очень тепло к вам относится. Да. И она, к сожалению, на сегодняшний день является человеком с ограниченными возможностями, но ею тоже можно восхититься. Да. И она сегодня пришла для того, чтобы поделиться своей историей и рассказать немножечко о вас. Давайте ее встретим. Виктория Бирюкова. Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь. Поделитесь своей историей. Начнем, наверное, с моей истории. Немного вставить ремарку. Мы говорим о детках из ДЦП в рамках программы, но у меня инвалидность, она приобретенная. То есть у меня в возрасте 13 лет произошел обширный ишемический инсульт. Вот так это для них. Виктория, можно предисловие? Это произошло как постфактум переживаний, каких-то эмоциональных нагрузок. Что происходило в преддверии этого события печального? Вот знаете, это как-то все до того смонтанно. До 13 лет вполне здоровый, вполне активный, театральная студия, танцевальная студия, полная отличница и все такое. А потом вот в один день прям встала, говорю, мамочка, мне плохо. Мама говорит, что могла мама сказать? Полежи, пожалуйста, бегуся. Я полежала, прошел час, я маме говорю, мам, что-то совершенно мне плохо. Какие были симптомы, что вы почувствовали? Отнялись совсем ручки, отнялись ножки полностью. Мама уже и речь отнималась. Мама спрашивает, Вик, ты хоть мамочку видишь? А у меня знак, ну, вдвоилось. Вот, вот, вот так. А потом долгая тоже реабилитация. Я 15 дней провела, можно сказать, высокопарно между жизнью и смертью в реанимации. А потом уже хотели дальше операцию делать на голову. Дальше открыли некий сбор. Добрые люди. Кто-то давал денежку. Сами родители все продают, чтобы отвезти меня в Москву на операцию. Вика, вы сегодня учитесь на факультете филологии в Национальном университете. Это огромный успех. И я смотрю, вы такая лучезарная, вы такая улыбчивая. Вам столько пришлось пережить. Были моменты, когда... Вот наверняка сейчас миллионы зрителей, которые смотрят нас с экранов телевизоров, которые потеряли веру и которые, возможно, стоят на распутье. Вот вы со стороны и с высоты пережитых обстоятельств, что бы вы могли сказать? Мне кажется, я могу сказать одно, что трудности, они неизбежны. Они бывают в жизни как человека с инвалидностью, так и полностью здорового, в кавычках. Хотя я не верую, что бывают полностью здоровые, но трудности, они неизбежны. Но у нас у всех есть свой путь. Кто-то его проходит со сложностями, кто-то его проходит более-менее легко, кто-то по нему ползет, но все, надо добиваться, и все будет у вас. Я вот так думаю. Чем вы увлекаетесь? Наверное, у нас с Ольгой дальше похожие интересы. Так как я учусь на филологии, у меня главный интерес, это, конечно, читать. Это проза, поэзия, это все вместе, читаю очень много, читаю разное. Есть любимые авторы? Наверное, из современных я люблю. Японца Харуки Мураками. А если брать классику, ну, наверное, это наш великий кудровенький Пушкин и наш, не менее великий Чингис Тарикулович Айтматов. Есть какие-то истины из литературы, которые запали в душу и, возможно, являются духовной ценностью? Наверное, хочу сказать о истине, именно, что говорил Айтматов. Добро в человеке... Нет, извините. Добро в человеке надо растить. Вот это его цитата. Следую этой цитате по жизни. Ну, и как иногда получается, иногда не очень. Но вы такие сильные, я просто смотрю и думаю, иногда, когда ты под гнетом каких-то проблем, наверное, всем нам стоит вспомнить вас. Таких сильных, мудрых и добрых девочек. Спасибо. Сегодня у нас в студии психотерапевт Тамара Воронцова, которая очень часто работает с детьми с ограниченными возможностями и многим уделяет внимание, мы коллеги. Тамара Борисовна, какие прекрасные девочки, которые просто озаряют эту студию. Да, замечательные. У меня вопрос к вам, Оля. Вот, скорее всего, вот в вашем состоянии что-то предшествовало. Возможно, это была простуда, грипп или же перегрузка. Вы говорите, вы во многие кружки ходили. Или стрессовая ситуация какая-то. Как раз таки стрессовые какие-то ситуации. Может быть, это ответная реакция организма моего, потому что я поистине была очень активной, ко всему стремилась и все такое. А еще, кроме этого, вы, наверное, правильно сказали, это была простуда. Это был грипп ровно за месяц до инсульта. Температура была почти под 40. Ценую неделю не могли, чтобы упало. Ничем не помогало. Врачей не вызывали? Вызывали врачей. В тот момент как раз мне первый раз стало плохо. Как плохо? У меня закружилась головка. Это было в школе как раз. Еще болезнь не развилась. Простудная болезнь, ОРВИ. Я ходила в школу, но закружилась голова. Мои одноклассники отвезли меня домой, отправили. Вызывали врачей. Врачи приехали, что-то укололи, поухали, поахали. Ну и меня вроде как отпустило. Виктория, а вы часто сталкивались, вот Оля говорит, что столкнулась с непониманием педагога. Это ее больно резануло по сердцу. Вы в свою очередь сталкивались с недопониманием, с непринятием. Именно педагогов, давайте будем откровенный разговор, что-то откровенный. Было это один раз за мой весь путь учебный. Причем это не с нашего факультета преподаватель, а приходящая женщина. И в каком смысле было непонимание. Она пришла, первый раз женщина. Я уже, правда, забыла ее имя, честно сказать. Я не буду вас пытать по поводу имени. Нет, пришла в кабинет первый раз, и по журналу читает, кто? Читает фамилию и говорит, кого фамилия, вставайте, пожалуйста, познакомимся. Ну, дошла до Бирковой, я сижу. Она такая, руки-боки, боевая тетя такая, сразу, это кто тут сидит? Мои однокурсницы, замечательные девушки, говорят, что ей сложно, понимаете. То есть вы не могли подняться с места? Да, да. Она не поняла и начала требовать? Она не поняла и начала, и сразу, вот, знаете, какая-то позиция, такая борьба, и заняла прям вот такую. А впоследствии она извинила за собственное поведение? Нет, так она, девочки говорят, она не может встать, извините. А она этой женщиной заявляет, а что она, больная, что ли? Ну, есть таким виноватом. То есть, получается, она вас оскорбила? А оскорбила, это первый, самый первый раз оскорбила, что я больная. Я заплакала. Она говорит, фраза дня прям, так она еще и больная, психическая, понятно. Вот, вот, вот. На каком курсе вы сейчас? Сейчас я в магистратуре уже. У вас магистратура. Второй курс. Вот сейчас магистратура, прошло уже немало лет, вы постигли, вы добились успехов. Вы встречались с педагогом? Виделись, пересекались? Пересекались, но я принципиальный человек, честно скажу. Я с ней даже нездороваюсь, даже в ее сторону не смотрю. А мама когда-то моя говорила, что давай эту историю обнародуем, как-то вынесем, пусть будет резонанс. Я сказала, мамочка, мне еще учиться здесь как минимум 6 лет впереди. Но вы уже в преддверии выхода и уже к подходу к кульминации, и вполне вероятно, что есть еще такие педагоги, которые могут позволить себе такие ужасающие фразы. Что бы вы им сейчас, вот с высоты пережитых обстоятельств, просто порекомендовали, как филолог, и как просто гражданин нашего общества? И просто как человек, который тоже прошел через это, не знаю, наверное, тоже быть как добрее, чисто по-людски, как-то добрее, как-то проникаться, потому что вот это деление, я в целом против всей дискриминации, так что вот это деление не что иное, как эйблизм, то есть дискриминация лиц с инвалидностью, а взрослым людям, взрослым думающим, педагогам, ну, правда, это не очень... Не к лицу. Не к лицу. Оль, я знаю, что вы сейчас активно занимаетесь вопросами и решением вопросов, поднимаете эти темы во всеуслышание, говорите о том, что не хватает пандусов, чего еще не хватает людям с ограниченными возможностями. Внимание правительства, да, первое. Второе, естественно, решение каких-то посредством муниципальных учреждений, да, это пандусы, для того, чтобы вам было удобно передвигаться. Что еще? Инга, вы наверняка знаете сотни проблем, которые переживаете и переживали. Что можете рассказать? Я могу сказать, вот в первую очередь, как мама такого ребенка. У меня Даниэль, он был очень долго неходячим ребенком, и в 7 лет нам сказали, что он абсолютно необучаем. Но мы выждали, мы лечили его, он встал на ноги благодаря многим людям, которые пошли нам навстречу, отозвались. Сейчас он учится в общеобразовательной школе. Вы считаете, что должны быть специализированные учреждения, или все-таки должны наравне со всеми учиться? Вот как вы считаете, как мама? Я лично считаю, что не нужно этих детей как-то отдельно отделить, потому что вот с моим ребенком мы очень хорошо отнеслись. И учителя, и дети, и родители других детей. Но есть, вот у нас вот получилось так, в переходном возрасте наступил вот какой-то вот, в тупик мы попали, да, что в общеобразовательной школе он не тянет с общей программой, со всеми ребятами в группе. Ему тяжело стало, так как нагрузка уже больше стала. Для нашего центра и для учреждений, таких как наш центр, он слишком легкий ребенок. И мы остались посередине, и здесь, в Кыргызстане, я искала и другие организации. Но вы сами работаете в организации, умеет надежда, и являетесь одним из создателей. Я думаю, что ваша организация на сегодняшний день исполняет функцию правительства, да, то есть вот какую-то программу государственную выполняете. Вы предоставляете возможность детям чувствовать себя комфортно. Вы предоставляете им платформу для обучения, и стольких социальных работников. Конечно, в свою очередь, это не решение огромного пласта проблем. Но хотелось бы, чтобы мы говорили, и мы будем возвращаться к этой теме многократно, да, начиная от вопросов решения, там, пандусов, проблемы школьного образования, как им учиться, куда, непринятие общества, да, идеологического фона. Мы будем говорить об этом многократно. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Как гражданка нашего общества, как заботливая мама двоих сыновей, вы просто несете на себе огромную ответственность за этих детей. И спасибо вам, что вы когда-то просто решились для того, чтобы быть любящей мамой для брошенных деток. Спасибо. Я знаю одно, что проблем в этой сфере громадье. Очень бы хотелось, если рядом с вами живут дети, подростки с ограниченными возможностями, скажите им теплые слова, согрейте свои заботы. Я уверена, их сердце будет обласкано. С вами была я, Соня Молдокматова. Ровно через неделю мы продолжим откровенный разговор.